В Акмолинской области стартовал второй поток обучений по проекту Бастал. В связи с карантином в этом году он проходит в онлайн формате. На сегодня по региону начали обучаться более 600 человек. С 2017 года у нас реализуется проект Бастал, а в рамках государственной программы продуктивной занятий массово предпринимать фреймбек 2017-2021 года. На сегодняшний день план по обучению проекта на Акмолинскую область составляет 1350 человек. Стартовал уже второй поток обучения, зачислено более 1000 человек на данное обучение. Участниками данного проекта могут быть безработные, независимо от регистрации в центрах занятости люди. Отдельные категории занятых лиц, в том числе лица, проживающие в сельской местности, в городах, моногородах и малогородах, лица с инвалидностью, лица старше 50 лет, молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Срок обучения составляет 21 день. В этом году в связи с обстановкой в стране принято было решение проводить дистанционное обучение. По окончанию обучения выдается сертификат у завершения курса по проекту Бастал. Данный сертификат дает право претендовать на грант в рамках программы продуктивной занятости до 200 МРП, а также на льготное кредитование. Проект Бастал направлен на обучение населения предпринимательским навыкам, вместе с тем в сопровождении бизнес-проектов. В текущем году, с учетом принятых карантинных мер, предусмотрено дистанционное онлайн-обучение посредством платформы Атомикен Академии и OpenStudio. Обучение началось у нас с июня месяца. Мы уже на сегодняшнее время завершили обучение по первому потоку, сейчас приступили ко второму потоку. Если коротко говорить об реализации, о детальной процедуре по данному проекту, необходимо сказать, что первый поток у нас пришло порядка 99 человек, то есть большой спрос по этой программе. На сегодняшний день порядка 80 человек завершили обучение, 17 слушателей у нас были отчислены по различным причинам. Кто-то не смог пройти обучение, кто-то не пожелал. На сегодняшний день мы уже приступили к реализации обучения по второму потоку. У нас зарегистрировалось порядка 60 человек по второму потоку. Кратце можно сказать о том, что процедура обучения у нас состоит из 52 занятий. Для того, чтобы зарегистрироваться и попасть на обучение по проекту «Властал», необходимо ксерокопию удостоверения личности и взять направление центра занятости. Далее зарегистрироваться в Атамикен Академии и начинать проходить обучение. Для участия в проекте необходимо обратиться в Центр занятости населения с заявкой на обучение. К ней приложить копию документа удостоверяющего личность. После подтверждения статуса претендента на соответствие целевой группе проекта, следующий шаг – выдача направления на обучение. После необходимо обратиться в Палату предпринимателей. Обучение состоит из входного тестирования, прохождения уроков по ряду направлений. Первый блок направлений у нас – это, конечно же, мы говорим о самой программе «Властал» и о том, чем занимается Палата предпринимателей Атамикен. Второй блок у нас вопросов состоит из бытовых цепочек. С текущего года Палата предпринимателей Атамикен уделяет большое внимание реализации именно проектов, которые будут встроены в бытовые цепочки. Палатой проводятся маркетинговые исследования, определяются якорные предприятия, определяются также ниши, востребованные в конкретном регионе. И по этим нишам и по якорным предприятиям осуществляется реализация с бытовых цепочек от производства до реализации товара. Следующий блок вопросов, который наши слушатели проходят в рамках проекта «Властал» – это вопросы в части государственных программ. Программы, которые реализуются квази-государственными предприятиями, такими как Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Также разъясняются условия реализации государственной программы по грамповому финансированию, программы «Инбек», программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. После чего слушатель проходит промежуточное тестирование и дальше приступает к реализации следующих блоков вопросов – это основы бизнес-мышления, также основы маркетинга и так далее. После каждого блока вопросов нужно сказать, что слушатель проходит промежуточное тестирование, по которому определяется уровень его знания. Следующий блок вопросов – это части генерации бизнес-идей. То есть, если у слушателя нет бизнес-идей, в рамках обучения он может выбрать ту или иную определенную бизнес-идею. Ну и, конечно же, в этом мы помогаем тоже бизнес-тренера. Предоставляем список ниш, которые востребованы в конкретном регионе. После этого слушатель непосредственно приступает к рассмотрению проектов в рамках составления бизнес-плана. Но нужно сказать, что в рамках вот этого блока слушатели полностью смотрят видеоинструкции и условия реализации через СММ-продвижение, упаковку товаров, фасовку товаров, как осуществляется, ну и само продвижение через интернет. Следующий блок, также после этого блока вопросов слушатель сдает промежуточное тестирование. Следующий блок вопросов – это финансовая грамотность. Здесь мы говорим о том, что идет финансовая модель бизнес-плана. Это непосредственно расчеты, в которые наполняется бизнес-план, начиная от доходной части и заканчивая расходной частью. Также после данного блока вопросов сдается промежуточное тестирование. Следующий блок вопросов – это государственная регистрация. То есть здесь мы говорим о том, как осуществляется государственная регистрация индивидуального предпринимателя, какие процедуры проходят, также правила предоставления земельных участков в частную собственность. И мы говорим о том, какие основные документы встречаются в ходе осуществления предпринимательской деятельности у слушателя. И мы помогаем в рамках этого блока составлять эти юридические документы. Также после этого блока проходит слушатель промежуточное тестирование, переходит к блоку налоговые обязательства. В рамках этого блока разъясняется, какие налоговые обязательства есть для индивидуальных предпринимателей, какие налоговые отчетности сдаются и в какие периоды времени. Данный проект пользуется популярностью как среди сельского, так и городского населения. На сегодняшний день в палату предпринимателей Акмольской области поступило более двух тысяч заявок на обучение. Очень много хороших проектов, которые мы запустили. Но если так на скидку вспомнить, проект сыроварня, то есть проект у нас черевики лена, производство сыров. Все мы знаем, что на полках наших магазинов очень большое количество сырных продуктов. Но самого сыра очень мало, натурального сыра. Сыра, произведенного из натурального молока. И вот именно на производство, в том числе и Атамикен, и все бизнес-тренера уделяют особое внимание бизнес-проектам, которые связаны с производством каких-либо товаров, либо производством каких-либо услуг. Мы запустили такой проект, как сыроварня. Проект получил грантовое финансирование, приобрела маленькую сыроварню, но потом нашла инвестора, и сейчас она запустила цех по сыроварению. У нас в Буровайском районе, где производят твердые сыры, где производят чечил. Было очень много сыров различного вида, и они пользуются большим спросом у жителей Буровайского района. Сейчас прорабатывается вопрос реализации через город Астана, через торговую сеть Ахмол. Я думаю, в текущем году этот вопрос будет решен, так как мы получили сертификат на товар, и будем радовать уже жителей города Астаны нашим продуктом. По итогам прошлого года области было обучено порядка 4030 человек, из которых 80% безработные, 20% самозанятые. Из них 1938 получили гранты в рамках государственной программы ЕНБЕК до 200 МРП. К слову, план по обучению в текущем году составляет 1350 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова